Всем привет! С вами канал Космостар. В этом году исполнилось 65 лет известной актрисе театра и кино Людмиле Нильской. Ее жизнь похожа на американские горки, взлеты и падения в ней были такими же внезапными и стремительными. После яркого и успешного старта карьеры в 80-х годах, она стала одной из самых узнаваемых и востребованных советских актрис. А потом неожиданно надолго пропала с экранов на пике популярности. Причиной этого стал переезд в США. А спустя 9 лет ее судьба совершила еще один крутой вираж и Людмила Нильская вернулась на родину. Что заставило ее сделать этот выбор и какие испытания на прочность ей довелось пройти, далее в нашем ролике. Людмила Валерьевна Нильская родилась 13 мая 1957 года в городе Струнино, Владимирской области СССР. В 1973 году, когда Людмиле исполнилось 16 лет, она вместе с родителями переехала в Александров. Через два года Нильская отправилась в Москву с одной целью – поступить в театральный институт. Девушка успешно сдала вступительные экзамены и стала студенткой школы, студии МХАТ. Проучившись всего один курс, Людмила была отчислена из «За неудовлетворительные оценки на экзамене по очень важному предмету – история КПСС». Но Нильская не стала переживать по этому поводу и подала документы в Щукинское училище, где ее сразу приняли. В 1980 году Людмила Нильская окончила театральное училище и была принята на ставку актрисы в Московский академический театр имени Маяковского, в котором она служила до 1994 года. В кино Людмила дебютировала еще в 1978 году, когда она училась в театральном институте. Тогда актрисе улыбнулась удача и ей сразу досталась главная роль в психологической драме «Кузнечик», которую снял режиссер Борис Григорьев. Затем в карьере Нильской были интересные работы в таких знаменитых фильмах, как «Ярость», «Мелодия на два голоса» и «Петровка, 38». Но всесоюзную славу актриса получила в начале 1980-х, после выхода на экраны страны знаменитого двухсерийного художественного телефильма «Государственная граница». «Мирное лето» 2021 года. В этой картине Людмила Нильская блестяще сыграла польскую шпионку по имени Едвига Ковальская. Фильм имел огромный успех и давно уже считается классикой отечественного кинематографа. В 80-е годы Людмила Нильская много и плодотворно работала в кино, и порой в год выходило несколько картин с ее участием, среди которых стоит отметить следующие киноленты. «Никто не заменит тебя», «Комбаты», «Бессрока давности», «Гардемарины», «Вперед», «Где находится Нофилет» и другие. Съемки в семейной драме «Никто не заменит тебя», стали для нее судьбоносными. По сюжету, ее героиня переживает кризис в отношениях с мужем и уходит от него к другому мужчине, но и в Новом Союзе не находит счастья. Эта роль оказалась пророческой, ее избранника сыграл Борис Щербаков. Их роман вышел за пределы съемочной площадки, но актер был женат, и хотя он заявлял о своем намерении уйти из семьи, этого так и не случилось. Всего через два месяца после их расставания актриса вышла замуж за своего давнего поклонника, водителя Георгия Исаева. Многие ее знакомые тогда были уверены в том, что этот скоропалительный брак был всего лишь бегством от мучительных отношений с Щербаковым, а спустя годы Людмила призналась, что действительно не испытывала к мужу большой любви и называла этот брак ошибкой. Нильская устроила супруга администратором в театр, но в начале 1990-х грянул кризис, оба они остались без работы. И муж предложил ей продать московскую квартиру и уехать в Америку. В 1994 году супруги вместе с маленьким сыном эмигрировали в США. Там они открыли собственную автомастерскую, вложив в нее все средства, которые у них были. Но этот бизнес вскоре прогорел. Позже Людмила признавалась, что если бы побывала в Америке до этого хоть раз, на переезд бы никогда не решилась. А тогда она просто не подозревала, что их ждет на чужбине. Никаких иллюзий по поводу продолжения актерской карьеры в США у Нильской не было, она понимала, что с этой профессией в эмиграции придется попрощаться. Но предвидеть, чем ей придется заниматься, она не могла. Людмила бралась за любую работу, была и продавцом в бутике модной одежды, и водителем, и сиделкой, и даже уборщицей. Но самым тяжелым оказалось другое, ей нередко приходилось сталкиваться с пренебрежительным отношением к себе. Эмигрантка из России, у которой Нильская работала, постоянно напоминала ей о том, что здесь она – прислуга, а не кинозвезда. В это время и в ее семье начался разлад. Муж все чаще ездил в Москву под предлогом деловых встреч, но вскоре признался Людмиле в том, что там у него появилась другая женщина. После 20 лет совместной жизни супруги расстались, и Нильская осталась в Америке одна с 10-летним сыном, практически без средств, к существованию. Еще два года она пыталась закрепиться в США, но потом поняла, что находиться там у нее больше нет ни сил, ни желания. Обратиться за помощью было не к кому, за 9 лет у нее в Америке не появилось ни одной подруги. Однажды Нильской позвонила подруга и, узнав о ее бедственном положении, предложила вернуться на родину. В 2003 году Людмила вместе с сыном приехала в Москву. Она говорила, что возвращаться было еще страшнее, чем уезжать. Жить приходилось на съемных квартирах, а продолжение актерской профессии она даже не мечтала, ведь 9 лет – слишком долгая пауза для актрисы. Ей казалось, что о ней давно забыли даже самые преданные поклонники. Но уже через два месяца Нильской улыбнулась удача, ее пригласили в антрепризу. После того, как она появилась на театральной сцене, ей снова начали поступать предложения и от кинорежиссеров. С 2004 года актриса вновь стала появляться на экранах в фильмах и сериалах и с тех пор сыграла более 40 ролей. Сегодня Людмила Нильская снова успешна и востребована в профессии, а вот личную жизнь наладить не удалось. Бывший муж не построил семьи с новой избранницей и пытался наладить отношения с Людмилой, но она так и не нашла в себе силы простить предательство.